Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим аналитический контент вам в помощь. И еще одно сообщение информационное, поскольку сегодня понедельник в 16.00 по московскому времени, я проведу традиционный для этого дня вебинар, правильный понедельник. Но тему этого вебинара предлагаю выбрать вам. В нашем телеграмм канале мы сегодня запустим опрос, предложим несколько тем по разным финансовым активам. И та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего представящего выступления. Ну что ж, друзья, очередная неделя. Сразу хочется отметить, что впереди нас ждет очень серьезный фундаментальный отчет. Это данные по инфляции в США за прошлый месяц. Это отчет, который напрямую влияет на политику американского регулятора касательно процентных ставок. Напрямую влияет на доллар и в связи с этим влияет на весь рынок Форекса. Ну и, конечно же, действия американского регулятора сказываются на фондовом рынке, поэтому можно сказать, что нас впереди ждет триггер потенциальной волатильности. Заранее готовлю вас к этому, поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, один из самых принципиальнейших моментов в торговле. Индекс доллара. Текущие котировки 103.65. В целом, неделя начинается замечательно. Рисковые инструменты под давлением. Доллар растет. Это тот сценарий, который мы хотели, чтобы реализовался, и именно это сейчас и происходит. Американская валюта пользуется повышенным спросом благодаря очень хорошему бэкграунду, который тянется со прошлых недель. И буквально в конце прошлой недели я делал основу акцент на жесткую риторику американского регулятора, на то, что Федрезерв не собирается на текущем этапе отказываться от той политики, которую он проводит. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что сейчас Федрезерву нужно не терять хватку и дальше бороться всеми имеющимися у него средствами с высокой инфляцией. Инфляция остается, безусловно, существенно выше целевого ориентира. И, судя по комментариям самого Павла, для того, чтобы американский регулятор, или, скажем так, для того, чтобы в экономике создались условия, при которых инфляция стабилизируется в районе целевого значения в 2%, может потребоваться более полутора лет. Мы заранее уже к этому готовимся, прекрасно понимаем, что если ФРС будет в течение куда более продолжительного периода времени сохранять жесткую монетарную политику, это будет условием для такого же продолжительного роста курса американского доллара. По поводу отчета по инфляции, который выйдет завтра. Заранее хочу отметить, сделаю ссылку на Bloomberg, что было проведено исследование, из которого следует то, что в январе мы наблюдали за стремительным ростом заработных планов, за стремительным ростом стоимости бэушных автомобилей. Это одни из важнейших компонентов роста цен. И по версии аналитика Bloomberg, инфляция в США, скажем, основной из потребительских цен и базовая инфляция вырастут на 0,5% и 0,4%. То есть нас потенциально ждет восходящая динамика, которая может тут же вернуть на рынок разговоры о том, что инфляция, раз она снова начала расти, значит, американскому регулятору уместно даже не просто сохранять текущий вектор монетарной политики, может быть, стоит даже задуматься о том, чтобы вернуться к повышению процентной ставки сразу одним шагом на 50 базисных пунктов. Я тоже сторонник идеи того, что инфляция может показать положительную динамику. У нас куча прецедентов из других регионов. В Новой Зеландии, в Австралии, в Канаде, в Германии последний пятничный отчет, годовой показатель скакнул с 8,6 до 8,7%. То есть рано еще объявлять борьбу успешной против инфляции. И мы видим, что при определенном стечении обстоятельств и при определенном формировании условий экономических на рынке, инфляция снова может показывать, демонстрировать положительную динамику. Вполне возможно, что США тоже не минует такая участь. И ФРС заранее это прекрасно знает, поэтому неоднократно уже озвучивал, что даже призывал трейдеров не спекулировать слишком с идеей того, что ФРС раньше времени откажется от политики высоких процентных ставок. Комментарии Джона Вильямса, одного из самых авторитетных представителей Федрезерва в пятницу, что Федрезерв должен сделать все возможное, чтобы окладить рынок труда. Я с этим согласен, потому что только что объяснил вам, что рост заработных плат – это один из основных катализаторов роста инфляции. И если охладить рынок труда, это может создать условия для последующего, более естественного снижения индекса потребительских цен. Федрезерву сейчас нужно выбрать либо он за экономический рост, либо за ценовую стабильность. Но будем следить за последующими комментариями, за статистикой, комментариями представителей Федрезерва. Пока что, друзья, установка на рост доллара сохраняется, и давайте придерживаться этой позиции. Золото 1858. На фоне укрепления курса американской валюты золото отступает. Ближайшая цель 1850, допуская, что буквально через пару часов мы до этой цели доберемся. Европейская валюта против доллара 10668. Наша среднесрочная цель 106. Тоже рукой подать до нее. Британская валюта 12044. Ждем повторного теста поддержки 1.20. Но снижается риск тотально. И мы делаем фактически наши целевые ориентиры, достигаем их, выполняем поставленные цели. Это потому что рынок сейчас действительно заряжен на укрепление позиций американской валюты. И против этих тенденций сейчас идти не стоит, с ними не нужно бороться. Возможно, друзья, это новые тренды, которые сейчас нужно принимать. По британской валюте из актуального в пятницу перед выступлением главы Банка Англии Бейли в палате общин он дал такую большую пресс-конференцию, которая отметила, что рецессия для британской экономики неминуема. И я думаю, что рецессия уже наступила, но Бейли постоянно делает акцент на то, что эта рецессия будет более продолжительной. И тут же мы получаем слабые данные по ВВП, по промышленному производству. ВВП в декабре в Англии снизился на 0,5%. Квартальная оценка за четвертый квартал – нулевая динамика. Промышленное производство в годовом выражении спад на 4%. Конечно же, эта статистика напрямую ведет британскую экономику к экономической пропасти. Ну, что уж тут поделать. Мы знали это, понимаем, в каких условиях находятся Англии сейчас, поэтому фунт шортим. Доллар канадец 1,3375. На фоне роста нефти, кстати, нефть сейчас котируется выше 85 долларов за баррель. И наша целевая установка и намерение дождаться роста брента до 90 долларов за баррель – это все по-прежнему актуально. Но рост нефти поддерживает канадский доллар. Также в пятницу вышли еще сильные данные по канадскому рынку труда, уровень безработицы снизился с 5,1% до 5, а количество новых созданных рабочих мест сразу составило 150 тысяч. Это в 10 раз выше, чем прогноз. Ну, как на этом фоне не купить канадский доллар? Цель 1,32, повторяю. Доллар иена – 132,10. Здесь тоже хорошие новости, но пока что иена на них не реагирует. Я думаю, что будет какая-то отложенная реакция и, в конечном счете, японская иена укрепится. Судя по всему, судя по последним комментариям, новым главой Банки Японии назначили у Эды. Это тоже один из представителей Банка Японии, один из заместителей Куроды. Но он, в отличие от Амами, которого раньше ожидали, что именно он займет пост Куроды, является представителем такой более прогрессивной молодежи. Ну, молодежи, возьмем в кавычки, считается, что в Японии 60 лет, а это еще молодежь. И когда он придет к власти, соответственно, смена риторики будет неизбежна. Жесткая монетарная политика, идея повышения процентной ставки будет доминировать, в итоге японская иена точно укрепится. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!